всем привет сегодня хочу вам показать медитативную идею для творчества нам для этого понадобятся обычные нитки какие-нибудь для вышивки мулине или вот такие вот ирис из катона и обычные зубочистки или можно взять принципе бамбуковые палочки я покажу на зубочистках нам нужно будет всего две штучки это очень прикольная поделка в конце расскажу зачем она мне вообще понадобилась у нее будет нестандартное использование а изначально вообще эти штуки носят как я понимаю сакральный смысл называются они мандалы у нас будет такая вот необычное применение ее берем две зубочистки и завязываем ниточку на два обычных узла вот так плотненько выравниваем их по краям и обматываем еще вот так вот три раза разводим их форму креста и вот так вот еще наискось обматываем три раза ниткой обязательно нужно держать нитку в хорошем натяжении нитка всегда должна быть хорошо натянута берем вот так вот и прокручиваем зубочистку между пальцев нитку натягиваем хорошенько перехватываем и опять прокручиваем перехватываем следующую зубочистку и опять прокручиваем и так по кругу вот этот хвостик который остался у нас от нитки мы его вот так придерживаем и приматываем чтобы он был надежно зафиксирован и потом его просто обрежем перекладываем держа натяжение нитки и вот так вот прокручиваем обматываем нужно хвостик уже будет обрезать к тому моменту прокручиваем и обматываем и перескакиваем из одной зубочистки на другую вот таким вот нехитрым способом набираем первый цвет формируем такой вот ромбик цвета можно любые взять хорошо смотрятся контрастные цвета или градиентные цвета то есть приближены друг другу вот у меня контрастные нитки остались поэтому я буду делать из них формируем вот такой вот ромбик когда нам уже достаточно цвета мне достаточно я обрезаю конец нитки и просто вот так вот аккуратно формирую петельку и затягиваю нитку в петлю вот таким образом немножко подтянула и она надежно фиксируется вот у нас первый цвет я выбрала черный такой вот получился ромбик черный теперь я добавлю следующий цвет тут ниточку немножко подрежем но не под край надо чтобы на ней тоже была обмотка чтобы она крепко было зафиксировано беру следующий цвет просто завязываю на один узелок вот так вот краю плетения следующую нитку подтягиваю ее к цвету и повторяю то же самое прокручиваю зубочистку между пальцев хвостик не забываю захватывать прокручиваю и продвигаюсь к следующей зубочистки вот таким вот образом если вы делаете такую вещь например для близкого человека то во время вот этого плетения вы можете думать о нем хорошо говорить какие-то хорошие слова в его адрес вы как бы заговариваете эти штучки получается как определенный такой амулет вот я закончила с этим цветом не так достаточно опять точно также простым узелочком фиксирую нить обрезаю хвостик вставляя небольшой и добавляю еще одну узелок мы делаем на обратной стороне добавляю теперь ярко-розовую меня будет контрастная такая штучка и повторяю то же самое не забываем прихватывать хвостики ниток чтобы они были надежно примотаны следующим цветом нити прокручиваю и перескакиваю на другую палочку делайте так столько сколько вам хочется от потолщение чтобы этот цвет присутствовал чуть перемотали эти хвостики можно их срезать не забываем чтобы нить всегда была в хорошем сильном натяжении ну так недостаточно опять формируем петельку заправляем край и затягиваем теперь можно добавлять следующий цвет у меня есть вот такой вот еще прикольно эти штуки смотрятся в градиенте например вы переходите от светлого цвета к темнее к темнее оттенку или наоборот от темного к светлому тоже очень интересна глубина такая получается визуальная по цвету добавили стеси лененький и повторяем то же самое все время делаете одно и то же завязали нить прокручиваете в пальцах зубочистку и передвигаетесь нитью на следующую зубочистку и прихватываете одновременно хвостик нити который у вас остался чтобы он был надежно зафиксирован обрезаем лишнее можно делать такие большие элементы с толстой пряжи с помощью не зубочисток а палочек для шашлыка этих бамбуковых вот тогда большая такая штука добавляющий черный для контраста точно так же привязала и прокручивая в пальцах продвигаю нить дальше держим натяжение чтобы наша ниточка не провисала очень красиво смотрятся нитки ирис стопроцентный катон они вот немножко так переливаются красиво и хорошо фиксируется не скользят с ними удобно работать если вы такие маленькие элементы делаете ну и или любая другая пряжа или нити какие вам нравятся какие у вас есть обрезаем хвостики продвигаемся дальше если вам неудобно уже держаться за краем нужно вот так вот сделать просто обматываете тоже держа хорошее на натяжение нити обмотали вокруг края и продвигаетесь дальше так удобнее завершивать плетение тут вы уже с вами решаете сколько вы хотите оставить хвостиков не плетеных и фиксируем точно так же обычным узелочком делаем петельку и затягиваем к юг туда к основанию вот так теперь нам нужно этот узелочек на зафиксировать можно использовать горячий клей как я можно супер клей просто капельку и на изнаночную сторону вот так вот и немножечко зафиксировать чтобы она у нас не распускалась приклеили и обрезали лишний хвостик вот что получается в итоге ты такой маленький элемент его можно украсить бусинами крупными какими-то или маленькими смотрите чтобы отверстие бусин позволяла надеть их на зубочистки или на палочки которые вы выбрали например можно вот так вот одну и сверху еще маленькую другую бусинами это все выглядит наряднее можно подрезать зубочистки с вас длинный край остался тут уже как вам больше нравится и наверное возьму зеленые крупные бусины так вот их немножко зафиксирую бывает так что бусина вот отверстие подходит как раз и плотно насаживается на зубочистку тогда не надо ничего подклеивать но у меня такое широкое отверстие у бусины там подклеим ну что получается в итоге значит для чего такие штуки могут пригодиться это может быть подвеска амулет в машину для вашего близкого человека заговоренная вами добрыми словами добрыми эмоциями вот такое вот украшение амулет в машину оберег это может быть пану из большого количества у таких мелких элементов тоже будет очень красиво смотреться можно подобрать разные цвета я использую такой декор для ароматерапии очень люблю я всякие ароматы вдыхать перед сном и очень не люблю пятна которые оставляют моя парфюмерия на постельном белье к тому же мне не всегда хочется слышать тот же аромат который я нанесла там например вчера а он такой стойкий что до сих пор держится там на постельном белье поэтому я делаю вот такие вот вещи я наношу на них свой любимый парфюм и вешаю над кроватью или кладу рядом они мне нравятся визуально и они очень хорошо сохраняют аромат нежный шлейф идет мне очень приятно перед сном услышится у любимый аромат и при этом не страдает постельная и можно всегда поменять аромат когда вам хочется